Продолжаем работу Днепермского бизнеса, мобильной студии РБК Игорь Носов, руководитель специальных образовательных проектов компании «Деловая среда». Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что принимаете участие. Ваши впечатления от форума, с кем уже успели пообщаться? В общем, какая атмосфера здесь? В общем и целом атмосфера живая. Вот это слово, оно ключевое проходит сквозь все региональные форумы, потому что есть интерес, как со стороны предпринимателей. Я здесь не увидел ни одного кислого лица, как со стороны участников выставки. Люди вовлечены. То есть люди живые, люди общаются. И что самое главное, мне здесь всегда нравится формат открытого диалога бизнеса и власти. Всегда это вопросы неудобные, вопросы сложные, связанные с финансированием, господдержкой. Всегда есть какие-то моменты. Но когда идет прямой диалог, когда есть готовность вскрывать вопросы и вместе их решать, это дорогого стоит. Ну и тем более очень многие диалоги, насколько я понимаю, они даже кулуарно уже идут, то есть не на основных площадках. Безусловно. Форум, он как катализатор, он инициирует связь, инициирует диалог, и потом можно всегда на него сослаться в диалог. Помните, тогда-то обсуждали то-то, то-то, и это всегда рождается, был бы интерес с обеих сторон. У предпринимателей интерес есть, у власти интерес есть, поэтому диалоги рождаются, результаты рождаются проекты. Игорь, ваше сегодняшнее вообще мероприятие, целая сессия, посвященная франчайзингу. Вообще, насколько этот тренд сейчас для регионов вообще актуален, и насколько это будет расти история? Астрологи объявили год франчайзинга, число франчайзеров и франчайзи выросло, этот тренд последние пять лет вот так вот перекручивается, перекручивается по всей России, и от этого получается у нас как и положительная сторона, поскольку рост безусловно есть, так и отрицательная, поскольку если мы обратимся к истории, то в Америке с 78 года уже все документы регламентированы, что должно стоять в пакете франшизы. У нас это все до сих пор держится на этике и законодательно закреплено достаточно слабо. Поэтому здесь, грубо говоря, некуда даже пойти для того, чтобы научиться это делать правильно, и мы со своей стороны попытаемся этот пробел в знаниях, технологиях и самое главное в этике франчайзинга устранить, рассказав, во-первых, как франшизу выбрать, как не закопать еще одну порцию денег на кладбище предпринимательском, как и масштабировать уже готовый бизнес, поскольку многие региональные команды, они готовы для масштабирования, но ввиду каких-то моментов с убеждениями, ну я из региона, ну куда мне идти на внешний рынок, куда мне идти, тем более за рубеж, многие моменты, то есть поэтому умалчиваются, скажем так, внутри региона, и поэтому я здесь вижу свою задачу дать ребятам некий чек-лист, по которому они могут пройти и для себя получить внутреннюю уверенность, да я могу масштабироваться. А вообще, то есть для региональных предпринимателей, для малого-среднего бизнеса это более история актуальна, чем для столичного и так далее? То есть здесь больше потенциала, больше компаний могут выходить? Однозначно больше компаний, потому что, ну давайте сразу разделим франчайзинг в Москве, в столицах даже в Питере, и франчайзинг в регионах, это две разные ветки, то есть то, что работает в регионе, не факт, что будет работать даже на проходном месте в Москве, и наоборот, потому что своя специфика у регионального франчайзинга и столичного, она определенно есть, поэтому нужно обращать на эти моменты внимание еще до старта масштабирования, поскольку региональную франшизу очень легко можно запустить в другом таком же регионе, не нужно метить на столицу сразу, да, запуститесь вокруг, то есть возьмите сибирский федеральный, ДФО, почему бы и да. А вообще как понять компании, что ну вот уже пора выходить? Все зависит от амбиции собственника, франшиза это всегда бренд плюс человек, хотя на самом деле сначала человек, потом бренд, мы помним историю федерального предпринимательства, наверное. Да, 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 и все зависит от амбиции, есть достаточно интересные истории, и Федор Овчинников тому подтверждение, и его книга, и «Ботаники делают бизнес», это что-то действительно мотивирующее и вдохновляющее на рост из региона до мирового уровня. Ну и в принципе здесь в регионе всегда в таком, не знаю, в резиденции должно оставаться какой-то бэк-офис, да, у компании, то есть здесь должно центральное ядро оставаться? Управляющая компания остается, как правило, там на малой родине, где собственник, собственно, где собственник, там и управляющая компания, поскольку действительно во франчайзинге все держится на трех китах. Сила бренда, которую мы на старте еще не имеем, на технологиях и пользах, которые предприниматель дает своим партнерам, своим франчайзи, и на человеческом отношении, что в России на самом деле ключевой фактор. Пермский край как в этом направлении выглядит? Ну и вообще сколько компаний может быть потенциально вот таких, ну действительно, которые могут выходить на внешние рынки? Пермский край это вообще отдельная история, насколько я знаю, больше чем со 100 стран, 147, если не ошибаюсь, стран, работают с экспортом из Пермского края. Ребят, 251 страна в мире, включая Антарктиду, еще можно в два раза вырастить. Конечно, то есть еще потолок, ну почти в два раза, полтора, потенциал огромный на самом деле, потому что с одной стороны ниши, они как бы уже забиты, есть свои игроки, то есть недавно был в Липецке, там отличные ребята Coffeeway, но никто не запрещает двигаться в этих же смежных направлениях. Питание, услуги, мы живем в ВУКО-мир, он меняется постоянно, рождаются новые идеи, новые проекты, еще позавчера, грубо говоря, никто даже подумать не мог, что в Перми будет каршеринг или прокат электросамокатов, сейчас это обычное дело. То есть в принципе все переходит из такой вот, обычно все привыкли, франшиза это какая-то общепит, как вы сказали, кофе, теперь это может быть IT предпринимательство, какие-то технологические стартапы могут начинать себя. Более того, да, в России, то есть у нас номер один по числу франчайзинговых точек, по числу франчайзи, это компания 1С, это айтишники целиком и полностью, поэтому самое главное, это внутреннее желание давать очень много пользы своему партнеру. В чем сейчас отличаются вообще вот российские, да, ну может быть и даже не российские, региональные, да, мы решили Москву немножко в сторону, от зарубежных компаний, чего им не хватает, чтобы вот решиться и выйти на франчайзинг? Я бы назвал это слово стабильность, которого у нас в принципе нет, да, и это нужно принимать не то, что как ограничивающий фактор, это нужно принимать как необходимые условия для движения, то есть региональный российский франчайзинг, он не может сформировать в единый франчайзинговый такой пакет, который будет годами не меняться, да, как с этот полковник Сандерс с его 11 травами и специями, у нас всегда франчайзинговый пакет это живой организм, и ступая на эти рельсы, нужно а, понимать, что никогда не переставая двигаться вперед, и к этому же нужно готовить своих потенциальных партнеров, что франчайзинговый пакет это живой организм, который постоянно дополняется и улучшается. У нас нет формата, что если это работает сегодня, то это будет работать завтра. Вукомир этим все скажет. Да, как и в любом бизнесе. Вот, не знаю, Игорь, первые самые советы. Понятно, что каждый бизнес уникален, но может быть есть какие-то универсальные предприниматели, которые сейчас нас смотрят, что им нужно делать, какие самые первые шаги, ну и, наверное, первые грабли, на которые они могут наступить. Я вспоминаю себя, потому как сразу начну с вопроса по первых граблям. Я даже мониторил такую штуку. В Яндексе есть сервис Wordstat, который позволяет померить число запросов. Сколько запросов ищут люди? И раньше запрос договор франчайзинга «Скачать бесплатно» в 2011 году искало порядка 30 человек в месяц. Сейчас это больше полутора тысяч запросов. То есть где-то 50 раз больше людей бегут скачивать типовые шаблоны для того, чтобы наступить на юридические грабли. Ребята, аккуратней. Потому как этот вопрос, он очень скользкий и очень опасный. Это бомба замедленного действия, которую не знаешь, когда рванет. Поэтому юридическая защита – это тот момент, которому мы сегодня будем уделять внимание и на мастер-классе. Я подготовил и комплект документов, которые с удовольствием вручу ребятам по окончанию. И это те грабли, на которые запрещено наступать, каким бы вы начинающим франчайзерам не были. Продолжите про юридическую защиту. Действительно, какие тоже самые первые подводные камни? Я не знаю, кого следует избегать в будущем франчайзе? Если углубиться именно в экспертизу, то у нас все регламентируется статьей, все держится коммерческой концессией, если не ошибаюсь, 1024 статья Гражданского кодекса и товарным знаком, который описан в 1482 статье Гражданского кодекса. И все крутится вокруг этих двух понятий. Что франчайзинг – это передача за вознаграждение, правопользование товарным знаком. Но, ребят, мы помним, что первый кит, на котором держится франчайзинг – это сила бренда, которой нет. Мы не передаем правопользование товарным знаком, который сам по себе ничего не значит. Наша задача – передать секреты производства, ноу-хау, фишки, система обучения, регламенты и те ошибки, которые мы накапливали. Поэтому, с одной стороны, мы по договору можем провести чистую сделку, зарегистрировать ее в Роспатенте, и все будет достаточно законно. Но, с другой стороны, эта же самая законная сделка по передаче права использования комплекса прав, включая обязательно право на товарный знак, не дает прочного фундамента для действительно коммерческой, правильной, экономически выгодной деятельности. Поэтому важно читать обязательно, что передается, в каком объеме, и двигаться туда, где франчайзер открывает руки. То есть личным брендам, открытой позиции, когда вы знаете, кто стоит, какое физическое лицо стоит за юридическим. Потому как мы все люди, люди идут за людьми. Игорь, ну и в заключении, советы предпринимателям, все-таки, не знаю, такие самые ключевые, кто собирается действительно так масштабировать свой бизнес. Десять раз подумать и найти десять причин, по которым не стоит это делать. И если эти причины недостаточно весомые, то тогда я жду и с удовольствием буду вам полезен. Спасибо, Игорь Носов, руководитель специальных образовательных проектов в компании «Деловая среда» в студии РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова